всем добрый день меня зовут анна романенко и сегодня в очередной раз будем знакомиться с нейрографикой сегодня я вам хочу предложить необычное упражнение как будто у нас сюда этого было обычно сегодня будет необычная последняя неделя мне выдалась очень непростая очень много работы пришлось проделать и просто я устала под конец и сегодня я вам предлагаю думаю что у вас такие же ситуации очень часто возникают набраться энергии извне и посмотреть как мы можем это через нейрографику выразить сегодня мы совместим нейрографику и дыхание и я уверена что мы все получим очень интересные эффекты так что предлагаем приглашаю и будем рисовать вместе так меняю камеру чтобы мы сегодня увидели что мы делаем и так упражнение будет очень простой бы его возможно с вами достаточно быстро выполним но я уверена что она будет полезна и эффективна для каждого из нас так что приглашаем и так прежде чем начать я вас приглашаю поставить ноги на пол чтобы ступни хорошо стояли уверена на полу и заглянуть немножечко внутрь себя что вы сейчас чувствуете какой у вас уровень энергии вот у меня как сегодня совсем мало по десятибалльной шкале определите вот прям можете для себя определить сколько сейчас вас энергия 1085 может быть три у меня совсем сегодня как-то мало для меня нетипично ну я наверно троечку даже себя ценю поэтому сегодня будем рисовать набор энергии так определили наш уровень энергии кого-то он побольше у кого-то он поменьше теперь я вас предлагаю вам я вам предлагаю нарисовать себя где то в центре листа кругом того размера который вы хотите который вы чувствуете что вот вы сегодня такая или такой и теперь мы делаем следующее упражнение мы на вдохе извне принимаем энергию добра и света на вдохе а на выдохе из сердца посылаем благодарность и любовь на вдохе мы можем делать это гром так что случилось с моей камерой сейчас минуточку итак на вдохе мы извне из мира получаем свет и добро на выдохе посылаем из сердца благодарность и любовь на вдохе свет и добро на выдохе благодарность и любовь и мы повторяем это столько раз сколько вам потребуется можете дышать через нос можете дышать через рот как вам удобнее но как бы выдох мы направляем мысленно из сердца то есть мы его не просто изо рта а мы как бы мысленно энергию из сердца отдаем получаем всем телом каждой клеточкой тела а посылаем из сердца а 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 мы дышим столько сколько надо вот сколько вы можете почувствовать такую легкость в голове даже какое-то головокружение продолжаем можете дышать не так глубоко посмотрите как тело начинает расслабляться на вдохе набираем свет и добро на выдохе посылаем из сердца любовь и благодарность и если вам достаточно линий мы можем перейти к следующему этапу такому же простому как и всегда начинаем скруглять мы можем если хотите если вы чувствуете что еще вам нужна эта энергия то мы можем продолжать и дышать то есть мы скругляем и продолжаем скругли дышать опять на вдохе свет и добро принимаем всем телом на выдохе посылаем из сердца любовь и благодарность таким образом у нас происходит очень органичный обмен со вселенной то есть мы берем положительную энергию и положительную энергию посылаем собаки лает уже мы дышим рисуем и на наблюдаем что происходит с нашим телом у нас столько всего обратите внимание что когда мы наблюдаем за своим дыханием прям мысленно не то что контролируем мы просто наблюдаем ничего в принципе не форсируем вы можете продолжать дышать обычно не обязательно его углублять или ускорять можно просто обычно дышать но как бы мысленно направлять из сердца любовь и благодарность то наши мысли остальные другие замирают они как бы замедляются останавливаются в какой-то момент и мы вот это в простом ритм впадаем определенной даже если у вас нет возможности рисовать вы это упражнение можете такое в качестве легкой утренней медитации наполняться она на самом деле очень сильно заряжает когда мы чувствуем когда в нас входят эти энергии добра и света они действительно нас вдохновляют на хороший светлый день вот с утра делала другую медитацию на это уже у меня просто не хватило времени к сожалению вот я и делаю себе на ночь и опять мы скругляем все чтобы интегрировать чтобы усвоить и в очень гармоничном варианте переварить эти энергии потому что энергии мы много с дыханием входит все что нам надо на вдыхание у нас появляется нас тело входит это имеет особую интенсив интенсивность интоксикацию на так что продолжаете дышать и и и когда мы попадаем стрессовые ситуации дыхание это самый эффективный и самый быстрый способ выйти из реагирования когда мы просто пытаемся неосознанно среагировать на ситуацию в некоторых случаях это полезно там какие-то варианты когда нашей жизни угрожает опасность в некоторых например в отношениях вот если даже вы сделаете несколько вдохов выдохов прежде чем вы что-то ответите своему оппоненту скорее всего ваш ответ и ваша реакция будет иная она уже будет более осознанная более спокойная и конфликт может решиться гораздо проще что продолжаем дышать здесь очень важно не просто брать а именно благодарить мы берем высокую вибрацию и отдаем тоже генерируем высокую вибрацию то есть мы такой круговорот циркуляция этой вибрации что заставляет ее двигаться и обмениваться мы имеем возможность ее освежать постоянно как вода вот она если будет стоять задерживаться то она будет на самом деле нас со временем начнет отравлять вот мы даже свою благодарность свою любовь и и надо чтобы она двигалась чтобы вот этот вот обмен в нас он был естественным процессом чтобы мы с людьми чувствовали что нам есть что от них взять и что им дать что мы являемся очень ценной клеточкой общего организма клетка любая клетка организма дышит если вы подумаете то дыхание это вообще такое интересное если мы привяжем всю нашу жизнь к дыханию то получится что нету в этом не вы не можете выделить какое-то дыхание конкретный какой-то вдох или конкретно какой-то выдох который для вас был самым самым ценным то есть это может быть первый вдох или самый последний выдох который вы сделаете там уже на смертном адре они все одинаково цены и также ценен каждый вдох который посередине который происходят происходит именно сейчас или любой другой который был до этого или любой другой который будет после этого потому что любой вдох может быть последним и они все очень цены они все нас отделяют подтверждая что мы живы поэтому как сказать что ну вот что вот это событие в моей жизни она самая ценная а вот это событие у меня не самое ценное ведь мы же все также во время этого события все так же мы дышали все также было одинаково ценно для нашего биологического тела все события были важны все события отразились на нем виде вдохов и выдохов поэтому сказать что знаете вот у меня в этом году прям очень важный год для меня был этот не очень все все время которое мы живем все очень важно я хочу чтобы мы относились к нашей жизни каждому моменту который происходит именно сейчас мы дышим именно сейчас мы никогда на не анализируем как я дышал раньше как я буду дышать чтобы мы немножечко сосредоточились на вот этом процессе что я живу я дышу сейчас именно сейчас и от этого я получаю удовольствие и ценность этого момента ощущаю что продолжаем дышать и мы продолжаем скруглять наши углы интегрируя нашу энергию наше тело мы ее этот свет и добро которого взяли извне мы его усваиваем и мы его можем потом эту энергию на что-то применить на что-то что-то воплотить в своей жизни что мы сегодня еще у нас будет несколько этапов этого упражнения самое главное это мы сейчас дышим сейчас нам надо напитать свое тело и этим светом и добром которые вселенная щедро нам может предоставить и мы отплать платим ей за это благодарностью и любовью и тут и Продолжение следует... 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 поэтому сегодня я прям почувствовал что наверное надо уже пора самой восстанавливается и напитываться вот такое упражнение его не планировала сегодня делать но исключительно из эгоистических соображений я решила что это будет самое полезное на сегодняшний день можно развернуть рисунок чтобы было удобней скруглять вам принципе не до без разницы где вверх и низ это не принципиально работа у нас такая круговая по большому счету можно я делаю это черным маркером если у вас есть желание сделать это другим цветом то не отказывать себе в этом удовольствие единственно что если вы будете несколько цветов связывать на одном рисунке то это потом будет сложнее их сплести в единый рисунок потому что они цвета и нас как бы нам все надо будет скруглить и это не так просто можете делать некоторый перерыв дыхание если возникает опять желание можно его возобновить понаблюдайте как у вас каждым выдохом которые мы через сердце пропускаем открывается ли больше сердца вот если вот этот вот наблюдение что мое сердце с каждым выдохом становится больше открытия она становится наполненным при этом она себя чувствует в безопасности она не не является в каком-либо напряжении так что так очень красиво смотрится на рисунках когда мы используем разной толщины линии то есть вы можете использовать разной толщины маркеры ручки и поэтому использую в основном черный цвет потому что у меня есть абсолютно разной толщины от совсем тоненьких до огромных толстых таких маркеров которые проводят уж совсем огромные линии и теперь обратите внимание посмотрите на свой рисунок переверну как он был оригинально и посмотрите что вы видите есть ли у вас желание увеличить себя чувствуете ли вы себя наполненным настолько чтобы готовы стать больше что есть прям вот потребность себя увеличить то есть если вам комфортно в своем размере оставайтесь своем размере не надо ничего форсировать но если вы уже настолько напитались что есть но уже не комфортно сдерживаться в этих рамках то можете себя увеличить вот у меня сейчас пока нету такой потребности я сейчас что мне больше всего бросается в глаза что я вижу круги и другие ресурсы какие-то возможности какие-то энергетические подарки которые вселенная мне сейчас готова принести и я эти подарки сбыл также с благодарностью принимаю эти подарки могут быть конкретными людьми которые приходят могут прийти в мою жизнь эти подарки могут быть какие-то финансовые подарки прям очень даже материальные манифестация такая может быть это могут быть подарки какие-то знания могут прийти в мою жизнь и я очень благодарны если они придут идеи какие-то новые это могут быть прийти новые энергии новые состояния новые статусы вашей жизни может быть вы становитесь можете стать мамой в этом году мы сегодня кстати рисуем вот сейчас я рисую во время по моему прям самое затмение солнечное вот такое вот необычное рисование не будет это будет такая карта манифестации энергии и я рисую и с благодарностью принимаю все дары которые вселенная мне дарит все уроки которые она готова мне преподнести в этом ближайшее время и я опять вдыхаю все эти дары через нос и через сердце посылаю любовь и благодарность эти дары могут быть маленькими могут быть большими то есть здесь то что вам готова прийти вот прям принимайте то что дают то что для вас наверное это самое важное если вы на вашу просьбу света и добра и вселенная отзывается вот этим конкретным даром принимайте вам необязательно его назвать вам не обязательно сейчас понять что же это такое вам достаточно почувствовать энергии того что у вас есть этот вам этот дар предоставили вам этот дар вселенная готова преподнести он уже упакован он уже ждет вас надо только протянуть руку и через дыхание его принять и вот понаблюдайте возможно даже будет четкая картинка на вашем внутреннем экране что жива что же вам приходит вашу жизнь кто приходит вашу жизнь не то что вы хотите а то что вам надо то что вам сейчас просто необходимо для того чтобы развиваться расти как личность и двигаться вперед продолжаем рисовать искать эти дары если вдруг у вас получается что линии такие достаточно прямые поэтому очень мало каких-либо кругов образуется в вашем пространстве то во первых это повод задуматься может быть вы слишком идете напрямик и поэтому просто проскакивайте все возможные дары вы слишком торопитесь куда-то достичь а во вторых но если вам хочется какой-то дар ну нарисуйте его но не надо себя сдерживать то есть вот посмотрите какого размера он будет где он будет находиться у меня чем дальше от меня тем дары становятся еще больше я знаю что они идут они все это все мои дары они все ко мне придут я не пытаюсь их бы это я не то что там наблюдаю у кого что что-то другое это все моя реальность это все все что идет ко мне и я просто должна вдохнуть глубже и больше открыть сердце свое для того чтобы послать еще больше любви и благодарности то есть я как бы всасываю вдыхаю все эти дары понимаете то есть чем дальше они тем глубже должен быть вдох вот попробуйте мне удобнее выдыхать через рот но вы можете выдыхать через нос это не принципиально здесь главное чтобы у нас был и вдох и выдох потому что они оба очень важны я примутся третье я все вижу и вижу эти круги они у меня везде появляются и самое интересное что я обычно люблю такие большие фигуры мне прям нравится огромные получать из шары вам огромные какие-то элементы находить а здесь вот сегодня у меня очень много таких легких мелких кругов ну или средних кругов то есть это может быть не так крупно как мне кажется но их много знаете это такое искусство мелких шагов когда мы можем что-то делать помаленечку и она все тебе приносит какой-то удовлетворение какой-то благодарность радость и вселенная отзывается тебе добром и света мы рисуем дары кругами потому что это максимальный оптимальный вариант потенциала этого дара то есть мы видим самый лучший потенциал как уж вы его возьмете как уж вы его используете это уже несколько иной вопрос но как минимум мы должны знать что нашу жизнь мы его приглашаем в лучшем варианте безопасном варианте без каких-либо конфликтов поэтому все скругляем все уголочки и мы их прорисовываем прорисовываем закругляем день летнего равноденствия у нас день такого непростой это день начала новых энергии новых потенциалов новых начинаний это день максимальной мужской энергии здесь очень важно вот именно эту энергию к ней в нее войти со своим потенциалом сильным то есть не то что мы там на исходе доползаем именно благодаря тому что у нас уже есть запас какой-то мы и мы можем придать определенную инерцию мы можем уже его развивать в какое-то движение нам этот день только придает определенное ускорение вот я очень рада что сегодня я прислушалась к своей интуиции сейчас такие вот идут инсайты у меня хотя когда я начинала у меня пока что не было такого понимания я просто почувствовал что мне сейчас надо набраться энергии но так как я как правило чувствую своих студентов то скорее всего я резонировала с большинством из вас я надеюсь что это будет полезно для всех нас и мы продолжаем дышать и набираться этой энергии это очень я вообще большой поклонник дыхательных практик считаю что в любую медитацию легче всего входить именно через дыхание это самый такой инструмент который он эффективный не у всех хватает терпения его освоить но это действительно очень рабочий инструмент и его просто надо правильно использовать а сейчас дыхательных практик огромное количество всякие разные есть одна из них это российская то стрельникова он стрельникова дыхательная гимнастика я изучала сударшан крия это индийский из тоже техники погружения через дыхание в медитативное состояние мне очень нравится холотропное дыхание но она им сразу предупреждаю что она не для всех и это достаточно такой на мой взгляд достаточно радикальный метод как бы я его не любила это наверное он не для всех все таки смотрите вариантов много если вы сделаете запрос во вселенную то вам скорее всего придут какие-то информации что же для вас сейчас актуально какой же метод будет для вас самым полезным самым безопасным самым мягким для вас именно то что сработало для меня сможет не обязательно сработать для вас особенно когда мы говорим про дыхательные практики то есть это всегда надо смотреть что же у вас резонирует что же у вас открывается идет еще один маленький нарисовался здесь мы с тамарой ходим парой вместе и я продолжаю наполнять себя этими дарами причем я заметьте что все мои кружочки которые я рисую они уже в потенциале заложены в тех линиях которые я на вдохе принимала или отдавала через сердце то есть я искусственно ничего не приношу я пытаюсь найти где же тут у меня уже в линиях есть тот потенциал все уже внутри есть она уже все в нашем бессознательном скорее всего все прописано мы просто должны его распознать распаковать эти программы эти возможности это такое достаточно насыщенная без наверное бесконечный процесс вот этого поиска даров которые вселенная нам готовы преподнести сегодня он у меня выглядит вот в таком варианте сегодня интересно что вы сегодня солнечное затмение но она находится еще на серединной точке между двумя другими затмениями по моему даже там две середины точки сходится сегодня и обычно это характеризуется тем что то точки свободы в которых неизвестно ты не можешь никак предсказать что у тебя произойдет обычно все идет и так как запланировано вот у меня сегодня очень много что пошло не как не запланировано день прошел совершенно иначе и поэтому я сегодня без своих студентов которые какой-то причине сегодня не смогли присутствовать это нам не мешает мы с вами все равно продолжаем рисовать и дышать мы продолжаем принимать дары мы продолжаем принимать свет и добро из вселенной а посылаем ему благодарность и любовь и вселенная становится добрее и мы становимся светлее у нас такой очень хороший обмен очень здоровый обмен когда обе обе стороны у нас получает пользу так здесь я вижу кузовчик вообще вот в маленьком каком-то завитке увидеть потенциально большой дар вот в каком-то не знаю распознать в улыбке ребенка вселенскую любовь или божественную радости это вообще наверное дар мы тренируем этот дар в себе вырабатываем этот талант даем себе возможность научиться потренироваться развить в себе это возможность распознавать в мелочах то что мы можем из этого получить какое-то удовольствие удовлетворение потому что очень многие проходят и не замечают ни красоту там цветы могут расти деревья цветут птицы поют а люди просто проходят не видят что это действительно дар которым мы можем напитаться которым мы можем получить вдохновение вот это же вдохновение она во всем красота во всем но самое важное что красота она в глазах смотрящих вот когда мы позволяем себе увидеть эту красоту то в этом и есть смысл в этом и есть наш талант вы можете найти включать музыку людям которые классическую музыку которые не разбил ну не ценят ее и никто не распознает не красоту потому что там есть определенные вещи на которые надо обращать внимание точно так же как и картину ну если картину там не знаю малевич того же самого показать кому-то кто в современном искусстве ничего не понимает или ну или не хочет даже понимать что здесь же не вопрос о том что вообще искусство современное на такое кто-то хочет его воспринимать и кто-то не хочет то это без разницы что эта картина стоит миллионы самое важное что она не оценена этим человеком для него она ничего не стоит если ваш ребенок например нарисовал вам открытку и она для вас бесценна она для вас имеет огромные значения так вот я вижу огромный здесь сейчас я это я уже не скромничаю сразу побольше благодарности за такие дары такие щедроты это еще тоже тренировка того что я достоин на то чтобы принять мы очень часто просим но когда нам дают мы говорим о нет нет вы что но это же там то это дорого то это 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 не для меня мы скромничаем мы боимся таких щедрот боимся быть должными вот самое интересное как проявляется когда женщине дарят комплименты и как мы их воспринимаем мы воспринимаем комплимент благодарим за это или мы это воспринимаем как ну наверное ищем какую-то подоплеку подоплеку в том что ну вот наверное ему что-то надо он так вот такие сладкие речи мне тут говорит это вот тоже показатель того как мы относимся к дарам потому что комплимент это тоже дар это тоже человек если это искренний комплимент если человек хотел вам сделать приятно если он эту красоту у вас рассмотрел то не надо оскорблять его и объяснять что знаете но вообще-то я так сегодня голову не помыла и и выгляжу я неважно а вот лет двадцать назад я вообще красавицей была это все неважно человек рассмотрел красоту вас сейчас позвольте ему насладиться этой красотой позвольте себе получить удовольствие от того что у вас эту красоту не обнаружили увидели и оценили по достоинству я считаю что человек который может рассмотреть красоту в другом человеке он реально когда видит ой какой другой человек красивый может быть там обычная внешность но некоторые люди изнутри они прям светятся вот они прям или то ли счастьем то ли здоровьем то ли просто каким-то внутренним светом и от этого становится симпатичнее и приятнее на таких людей смотреть вот реально вроде бы так начинаешь анализировать как бы по всем канонам красоты но они могут быть не вписываться в них но вот этот цвет внутренне видно а значит вы можете вот я я верю что люди те которые видят в других красоту что они это могут делать только потому что это внутреннее как внутри их это красота существует вот у них есть какой-то эталон этой красоты который позволяет им это внешние проявления красоты распознать то есть они в каком-то уже в своем на каком-то уровне они уже прописали для себя эти каноны поэтому опять же красота она в глазах смотрящего это вообще буддийская мудрость и она очень-очень важна я вот например когда прихожу к своему парикмахерах давно уже у него не было но прихожу и говорю сделай из меня красоту это не значит что надо что-то мне там такое искусственное переделать это значит что надо освободить меня от того лишнего что наросло на голове чтобы эта красота проявилась мы каждый раз ее просто проявляем она уже внутри нас есть мы ее просто находим и даем ей возможность выразиться так я сегодня думаю у нас будет короткое видео из того что мы без студентов но похоже у нас будет полноценное видео мы будем также рисовать как обычно и еще хотела сказать что он я и моя коллега моя подруга Наташа мы вместе организуем англоговорящие международное сообщество нейрографики то есть мы там у нас есть группа в фейсбук если у вас есть желание присоединиться к международной группе если вам позволяет ваш английский или вы хотите наоборот подтянуть свой английский в том числе и благодаря нейрографике то я вас приглашаю в нашу группу ссылку на эту группу международная размещу в инфобоксе и еще у нас уже раз пошли объявления еще у нас будет так начинается 3 июля курс по нейрографике для базовой на английском языке если вдруг у вас есть друзья знакомые которые хотят пройти знакомиться с нейрографикой то есть время там удобно у нас утро у Сиэтли это значит вечер в европейских странах ну в любом случае будут записи то есть если они хотят поучиться то мы найдем варианты чтобы они это смогли сделать информация про курс она тоже будет в инфобоксе так ну вот прям смотрите красота становится и теперь вот я когда сняла вот эти первые свои мелкие дары я теперь вижу большие такие дуги большие дары которые я также с благодарностью принимаю я себя не буду ускорять я себя буду позволяю себе набрать столько сколько я увижу сегодня этих даров то есть мне абсолютно спеши спеши спешить некуда я надеюсь что мы сегодня энергией напитаемся так чтобы нам ее на остаток выходных хватило и на наши наши неделю впереди что чтобы у нас была возможность вернуться но упражнение это делать и вообще рисовать это упражнение можно в любое время не обязательно это делать на день солнцестояния или какие-либо затмения просто у меня сегодня совпало так но я верю что нету ничего случайного в нашей жизни все не то что предрасположена какой-то ну какой то есть план а другое дело что как мы эти возможности используем вот например у меня сегодня так получилось что студенты не смогли присутствовать я могла просто отменить класс но я решила что наверное я сделаю то что мне действительно сейчас актуально значит мне сейчас надо именно это побыть наедине с вами и понаблюдать больше за своими какими-то ощущениями за своими переживаниями внутренними мая за своими реакциями в теле я продолжаю так щедро потенциал явно был меньше мы его увеличили ничего страшного если у вас какое-нибудь состояние легкости в голове ну я не говорю про головокружение хотя это тоже если вы вообще дышите очень неглубоко и тут у вас вдруг решили что надо напитаться прям по полной программе то у вас легкое головокружение тоже может возникнуть поэтому пожалуйста водички если надо отдохнуть не стесняйтесь сделать паузу и прилечь потому что значит вот такое слишком много кислорода слишком много непривычных высоких вибраций может быть для вас и это к этому тоже надо очень не переусердствуйте в общем берегите себя так ну вот у меня прям тут все все в кругах мы с вами такое интересное сегодня у нас получился интересное занятие практически экспромт необычный необычный я даже готовилась к другому сегодня классу ему не суждено сегодня было случится я очень счастлива что случился вот этот класс мне очень нравится как я себя сейчас чувствую то есть если я сейчас прикрою глаза и просто поанализируя какая шкала у меня уже то есть сколько у меня уровень энергии то я уже где-то на семерке то есть вообще с тройки на семерку прыгнуть это ну что мы час рисуем это очень эффективно то есть мы час дышим я считаю что и столько энергии и столько азарта и какого-то творческого эксперимента тоже то есть мне прям все я уже в потоке творческом потоке мне уже интересно как это все проявляется как это в жизни проявится потому что столько даров я прям себя хотя у меня сегодня не день рождения но это страна я продолжаю добавлять линии может быть из них что-то новое появится новые дары я себе не отказываю в этом желании то есть я хочу чтобы эти посмотрите обратите внимание чтобы ваши дары которые вы получаете чтобы они вне через них проходили линии потому что бывает так что нам вот подарят какую-нибудь вещь тоже и она у нас мертвым грузом сидит лежит дома и никто ею не пользуется она только там занимает место и вот чтобы этот дар не был таким пустым вот чтобы этот дар был действительно использованным попробуйте его этими линиями поисследовать по изучать распаковать его наполниться им и наполнить его своими какими-то мыслями своей благодарностью наполнить его то есть мы его действительно принимаем и усваиваем и и Продолжаем. Иногда такие глубокие вдохи и глубокие выдохи делать, не пугайтесь. Надеюсь, что вы тоже дышите вместе со мной. Я просто напоминаю и себе, и вам, что дыхание здесь мы продолжаем делать по возможности на протяжении всего занятия нашего. Его можно делать непрерывно, но иногда возвращаясь к этому. Возвращая свое внимание к этому. У меня постепенно все стали больше и больше возникать эти дары. Больше и больше кругов, таких крупных кругов. Не мелких уже, а они все крупнее, становятся крупнее. Опять же, я не называю конкретно, что это такое. Мне достаточно получить удовольствие от того, что это дары, те, которые мне сейчас нужны, и те, которые мне сейчас для меня конкретно готовы. И мне надо постепенно просто их распознать, в чем они заключаются, в чем я могу эти дары принять. И я, поверьте мне, буду стараться их принять, потому что у меня для этого есть сейчас и желание, и силы принять дары от Вселенной. И у меня достаточно благодарности, чтобы это сделать. Вот я сейчас делаю, вот смотрите, вот у меня вот эта дуга. Я ее все думала, что она просто линия, а я из нее сейчас вот такой огромный, какой-то огромный рисую дар. Опять, мне не обязательно его сейчас назвать, мне не обязательно ему дать имя и сказать, вот это будет то-то, то-то. Я прекрасно понимаю, что из сегодняшнего моего положения я могу недостаточно осознавать и понимать, что мне, например, нужно будет через месяц, через неделю, через несколько месяцев, через год. Я же это себе прорисовываю не только на один день, то есть я это прорисовываю на достаточно длительный срок. И за этот срок в современном мире может произойти огромное количество изменений, которые я сейчас... У меня просто фантазии недостаточно на то, чтобы оценить, что же будет ценным для меня, не для вас, не для кого-то еще, а для меня через какой-то срок. И вот тут вот такой огромный дар, я его принимаю с благодарностью. И он на самом деле, если обратите внимание, он состоит из много-много разных кругов, из много-много разных мелких даров тоже. Вот я еще один увидела мелкий. То есть они могут выходить, допустим, новые какие-то мелкие моменты, новые какие-то мелкие проекты, люди, которые поодиночке будут приходить, а в результате может, допустим, перерасти в какую-то большую школу или перерасти в какой-то большой серьезный проект. Может, какая-то будет приходить информация, которая может перерасти в какое-то знание, в какое-то понимание. Это тоже очень-очень важно, для меня это важно. Я это принимаю с благодарностью. И у меня уже возникает такое любопытство и азарт, что же это может быть. Из-за того, что это круг, я понимаю, что оно будет безопасным для меня, будет очень гармоничным, будет очень ресурсным для меня. Я надеюсь, что на вашем листе тоже возникает достаточно много таких ресурсов. И такое ощущение, что я, наверное, буду эти дары рисовать всю ночь, потому что я их продолжаю видеть. Опять же, это я их вижу, это не мне кто-то подсказывает, это я эти дары буду распознавать. Что есть дар для меня, что есть дар для вас. У каждого свои понимания. Вот кому-то надо, чтобы дар это был конкретно финансовое какое-то материальное проявление. Для кого-то это может быть улыбка или доброе слово. Для кого-то это будет внимание. То есть у нас у всех разное. Язык... Ну, есть даже такая книжка, по-моему, даже язык любви и язык подарков. То есть мы все по-разному воспринимаем какие-то разные дары. Так. Ну, уж если мы продолжаем делать большие дары, мы продолжаем их увеличивать. Увеличивать. Это я увеличу. Вы можете продолжать рисовать маленький. Вот. Если вы уже все свое нашли, то можно себе позволить перемотать видео на тот момент, когда можно свои дары и себя начать закрашивать. Также мы закрашиваем несколько сегментов одновременно, объединяя их. И посмотрите, если вы уже готовы. Еще обязательно предлагаю вам еще раз спросить у себя. А вот если у вас так много даров, есть ли у вас желание увеличить себя, есть ли у вас желание нарисовать круг чуть побольше, или нет. То есть опять, это надо прям очень честно себя спросить, потому что, ну, здесь какая может быть опасность? Мы хотим очень многого, а сами пропорционально, если мы посмотрим, то мы гораздо меньше своих даров можем быть. И нам просто будет некомфортно такого слона проглотить. Поэтому здесь, конечно, наверное, стоит подумать о том, как мы можем себя увеличить как личность, может быть, увеличить свои знания, навыки, чтобы такие дары нам были комфортные, нам были пропорциональные. То есть вот на рисунке, это в нейрографике всегда очень очевидно, когда мы можем быть сами очень маленькими, очень скромными, но при этом мы хотим там миллион долларов иметь. и вот куда в такой маленького себя мы этот миллион запихаем? Ну, его все равно надо как-то в наше сознание разместить как минимум. А если ваше сознание настолько велико, что оно готово принять столько, то есть вероятность, что вам его и дадут тогда. Или дадут возможность его заработать. Или дадут возможность, например, получить какое-то знание, которое тоже огромное. Огромная работа, когда вам дают знание, вы же обычно дают для того, чтобы его передали. То есть мы все хотим получить знание, но это на самом деле достаточно большая ответственность, чтобы с этим знанием потом что-то сделать, чтобы это знание потом куда-то кому-то донести. А не так говорить, потом, знаете, ой, у меня было столько возможностей, но там надо было так много работать. И я решила, что не буду. Вот за возможности, утраченные возможности, это опасно. То есть вот потому, что вы потом будете сами себя некомфортно чувствовать. Поэтому мы продолжаем принимать, принимать столько, сколько мы готовы взять. И больше, не меньше. Сколько нам надо? Сколько нам будет комфортно? Или сколько нам будет по плечу? То есть мы тоже, это еще можно сравнить с таким мешком, который мы эти дары складываем-складываем, складываем-складываем, а его же тоже нести надо, этот мешок. На это же тоже уходят определенные усилия, время, определенная ответственность тоже. Мы берем ответственность за все, что в нашей жизни происходит. И мы это не просто принимаем, мы за это еще Вселенную и благодарим. Вот это вот очень важно понимать, что мы, как бы чтобы у нас это состояние благодарности, оно продолжалось, чтобы у нас не было, ой, ну вот это, наверное, Вселенная мне зря дала. Вот это я не хотела, наверное, брать, не пригодилось. Такой анекдот про поворона не пригодилось. Ну, я не знаю, насколько это этично такие рассказывать в эфире, поэтому будете в неведении пребывать. так. 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 так ну вот я вот точно я смотрю на себя я смотрю на те дары которые я себе нашла которые я готова принять за который я готова поблагодарить от всего сердца я сейчас вот вижу что мне прям но тесно стало в своих рамках я хочу так себя прям щедро увеличить вот я себя сейчас так щедро вот такой вот такая вот а вот я буду вот такого размера и прям как-то сразу плечи расправились грудь шире и все дышать то стало легче и благодарить стало больше знаете как гармошку развернули и она прям такой разворот очень очень щедро я себя увеличила ну чтобы мне уютно было с теми дарами которые я сегодня себе нашла не будем скромничать это нам нетипично и сразу посмотрите сколько уже даров оказалось внутри меня мелких очень много даров которые я уже смогла интегрировать я уже смогла присвоить как свои таланты как свои навыки может быть какие-то знания может быть надеюсь что финансовые аспекты тоже какие-то я себе присвоила чтобы была возможность у меня развиваться получать на ней дальше просто это не так раз не рисована был здесь сразу смотришь на рисунок совсем с другой у кого как будто по-другому большая какой-то элемент ввелся появился как ввелся я стала больше я стала на на все немножко иначе смотреть и ну что ж так но сейчас я себя скруглю все кругу уголочки и пожалуй мы наверное уже начнем рисовать закрашивать линии так что вы смотрите если вы уже хотите не закрашивать линии закрашивать вообще работа наполнять ее нашими какими-то архетипичными смыслами может быть не может быть а эмоциями тоже цветами какие цвета вы хотите ввести или вы доверитесь тому процессу выбора цвета просто что сюда какой цвет просится вот очень часто мы слышим что посмотрите что сюда хочет какой цвет сюда хочет прийти не какими-то своими знаниями пытаться выбрать оптимальный вариант а довериться своему телу довериться своей интуиция бессознательному своему и посмотреть что же сюда прям хочется добавить можно вводить цвета какие цвета у вас сегодня будут на вашем рисунке какого качества ваша энергия будет это только вы можете себе определить можно разукрашивать карандашами можно разукрашивать маркерами цветовыделителями текстовыделителями то есть можно использовать и совмещать разные материалы хотите можно попробовать это сделать с помощью красок не одна студентка очень красиво закрашивает использует акварель сожалению с акварелью пока что я пробовала но там очень важно смотреть какую бумагу ты используешь то это имеет серьезное значение и имеет эффект совсем иной я пробовала там на печатной бумаге естественно так но я прям счастлива что я приближаюсь к завершению всех этих углов прям такой труд все дары то освоить даже несмотря на то что энергии много азарта много вот тоже работы похоже будет тоже очень много прям надо будет много внимания уделять в деталям разруливать какие-то вопросы ну что ж придется на все это будет много энергии то есть еще раз можно сделать то и через сердце посылаем любовь и благодарность ох мне такой прям глаз получился вот очень такой интенсивный красивый глаз и дар вот этот вот который оказался раньше таким огромным таким большим сейчас смотрится весьма пропорционально и смотрится весьма умеренным то есть да я готова его принять он мне не будет казаться слишком большим возможно что-то еще появится в моем зрении но сейчас я готова разукрашивать и приглашаю вас выбрать все карандаши или те материалы с которыми вы хотите работать наверно хочется поработать с моим перламутровым набором начнем рисовать начнем творить ну с какого мы начнем творить мы начнем творить с голубого начинается река и мне здесь не принципиально выделять каждый дар отдельно то есть если у вас есть желание такое вы конечно можете выделить определенные элементы определенные круги и я уверена что в моем тоже будут определенные круги выделены но мне очень важно создать ну это не то что я там вот придумываешь тоже мне на этом рисунке важно то есть вот я чувствую что сейчас мне важно создать потоковость вот это вот когда есть вот этот элемент взаимообмена что я получаю и я даю что у меня потому что очень часто в моей жизни получается так что я даю даю а взамен ну особо ничего не получаю кроме доброго слова иногда и его не получаю но это вот хочется мне здесь наполнить себя этим эквивалентным обменом вот прям он почему-то сейчас меня очень важен и я его разрешаю себе ну раз важен значит я его себе нарисую и это не только я не говорю только про финансовые какие-то обмены хотят тоже очень важно но и про эмоциональный обмен тоже что я включаюсь людей очень люблю включаться здесь может быть но у меня слава богу за время мэра практики целительская я научилась что мне не надо включаться раньше было прям совсем как-то входила эти энергетические потоки эмоциональные люди еще сейчас я понимаю что когда мы входим в чужой энергетический эмоциональный поток мы как правило из этого состояния мало чем можем помочь если мы продолжаем быть доступным человеку и при этом не включаться в те переживания которые у него есть а трезво оценивать все варианты что я могу сделать и не примешивать свое эмоциональное желание помочь вот мне надо обязательно помочь не во-первых не надо обязательно помогать не все люди хотят даже те которые говорят не всегда хотят чтобы им чем помогали и это тоже очень важно понимать и у меня ушло на самом деле на это достаточно много времени научиться уважать людей и не пытаться всех спасти тем более что всех спасти мы все равно не это него не наша задача надо сосредоточиться на проработке своих задач своих программ позволить людям учиться самим становиться лучше сильнее мудрее у меня такой получился достаточно мощный поток свежего прям энергии какой-то прям очень много энергии так ну что ж ваш ну что хочется зеленого что добавить такие чтобы поддерживал этот поток это будет как раз та энергия которая из сердца посылаю благодарность и любовь сердечная чакра окрашивать все не обязательно обычно очень хорошо на рисунке смотрится когда 70 процентов закрашена а 30 процентов оставлю на поле менее а но не более меня белым цветом это тоже такое эстетически это смотрится не перегруженные работы но у меня очень много работ которые прям полностью закрашены то есть не чувствуете что что-то не так то есть вот как если требуется закрашивайте если есть желание оставить побольше светлого то ты тоже можно сделать так это помогает Чем больше у вас линий, тем больше у вас возможностей выбрать вот эти потоки, куда они идут, в каком направлении они прям развиваются. И заметьте, что разными потоками омываются разные дары. Тоже очень интересно получается, необычно. И хочется, хочется мне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На вдохе мы получаем энергию добра и света, на выдохе посылаем из сердца благодарность и любовь. Двух карандаша. Надеюсь, он для вас уже стал привычным и приятным, потому что я знаю, что он может расторожать. Продолжение следует... Сегодня такое с одной стороны энергетически наполнилось, а еще и на этом волне еще и создала такую интересную карту желаний фактически, карту даров. Даже не желаний, потому что желаний мы формируем конкретно, чего мы хотим. А здесь я сформировала, что я принимаю то, что мне дает Вселенная, то, что готово для меня прийти. И принимаю это с благодарностью, потому что воображение мое тоже имеет определенные границы, хотя оно у меня достаточно дикое и щедрое. Но вот здесь мне прям хочется, чтобы не ограничивать себя какими-то своими предпосылками. Так, ну что, надо пустить сюда линию золотую. Обычно у меня золотой цвет ассоциируется, на удивление, не с деньгами, а с целительскими энергиями. Что именно увидела уголочек, сразу его скруглила, чтобы у меня не было никаких конфликтов в вопросах. Но если придут и финансовые потоки, я думаю, что я их с благодарностью. Я даже не думаю, я уверена, что я их с благодарностью. Приму и буду использовать во благо себе и другим людям. Ух, какой золотой-то поток у меня. Не скромничаем. Так, усиливаем его сюда. Прямо сейчас мы все напитаем. Этими энергиями. Самое важное, на самом деле, из того, что я наблюдаю за своими переживаниями, за своими наблюдениями, что для меня дары – это, конечно, все замечательно. И я их прям очень счастлива, что их так много. Но тот факт, что я сама стала больше, для меня кажется самым важным из всего этого процесса. То есть вот это увидеть себя существенно больше, чем я была до этого, увидеть в себе внутренний потенциал для роста, для возможностей. Вот здесь, наверное, самое важное, что я из сегодняшнего занятия, из сегодняшнего класса получила. При этом я напиталась энергией, я получила огромное удовольствие, просто наблюдая даже за тем, как щедра ко мне Вселенная. Как она легко делится безусловными энергиями, безусловной любви. Вот это вот для меня сегодня тоже, что даже когда идет все не так, как мы запланировали, а оно обычно идет не так, как мы запланировали, оно все равно идет по наиболее оптимальному варианту для нас. Ну вот у меня прям тут такие красота, такие все симфония. Хочется и петь, и танцевать, и этими дарами уже хочется делиться. Так, посмотрите, теперь вот у нас, у меня такой вот прям поток, так поток. Все, как шифон развивается, потоки прям сильно-сильно выделяются. Можете какие-то из, может быть, какие-то элементы хочется прям выделить. Можно такими их сделать какой-то, затенить и таким образом придать им определенную трехмерную объемность. Вот если есть шланг, то можете так сделать, и вот так. Причем это не обязательно, чтобы они были самые большие. И посмотрите еще раз для себя, выделите, что же на вашем рисунке самое ценное, что же для вас оно действительно самое важное. Я сейчас маленькие выделю, но самое важное, я все-таки выделю себя. Большой. 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 Это розовый. Если вам интересно, карандаши, которыми я сегодня пользуюсь, Они Faber-Castell, вот эти металлик, но вот самые красивые, которые мне нравятся, золотой, он идет вот в 24 наборном, когда 24 карандаша. Здесь, конкретно в этом металлик, он по-другому выглядит. Золотой, он такой чуть более серый. Тоже, в принципе, красивый, но он не такой желтый. Мне нравится он именно, что желтый, видите, я его достаточно часто использую. Так, это вот, если вам интересно. Так, я вот теперь думаю, как же мне себя-то, красавицу, такую большую выделить из всего этого многообразия, из всего этого потока. Как мне себя... Опять я отвлекаюсь на маленькие дары. Хочу некоторые... Вот, как бы, выпрыгивают на меня. Я их вижу. Они, если вы прикройте немножко свои глаза, вы можете на своем рисунке увидеть, что некоторые элементы, они прям как бы выступают, они выходят вперед, наполняются определенными энергиями. Итак, и что же мы здесь делаем? Что же мы сюда привнесем? Сюда привнесем, наверное... Ну вот, я растерялась. Растерялась, наверное, потому что не надо сейчас выделять центральную фигуру, а надо сейчас по правилам, всем правилам алгоритма нейрографики провести линии поля, наполнить и синхронизировать себя с главными, ну, с высшими силами. И я это буду делать, проводить эти линии поля из своего центра, из своего сердца. Можно их проводить прям совсем-совсем толстым маркером. Но я сегодня хочу, чтобы они были заметны, но при этом, чтобы они были достаточно мягкими для меня. То есть мне не хочется, чтобы они прям перегружали весь, и в том числе весь рисунок. Так, и вы сами смотрите, сколько вы хотите таких линий провести, сколько вам необходимо. Я захотела провести их из своего сердца, если у вас есть желание провести их, например, потоком через весь ваш рисунок. Тоже это возможно, пожалуйста, ведите так, как вы чувствуете, что у вас есть потребность, так, как вам хочется. Потому что здесь в этой работе очень много интуитивных ощущений. Вот мы прям позволяем себе понять, почувствовать себя, настроиться на себя. Мы постоянно проверяем, как же мы в наше тело реагирует, какие эмоции происходят в нашем теле, в нас, внутри нас, какие мысли приходят. То есть мы все это обращаем внимание, потому что все это вместе позволяет нам нашу с настройку на наше тело, на наше бессознательное в том числе. Потому что через наше тело наше бессознательное очень легко может с нами общаться. Оно нам подсказки выдает постоянно, мы просто их уже так хорошо научились игнорировать, что это очень заметно. Мы часто прям тело свое перестаем слышать. Потом удивляемся, почему у меня то болит, все болит. Потому что когда тебе подсказывали нежными намеками, ты это не слышал. Ты это игнорировал. Я это прежде всего говорю про себя, потому что я тоже из тех, кто очень долго была. Ну и в некоторых вещах и продолжаю быть глуха к подсказкам тела. То есть вот это восстановить связь между телом и душой, потому что это все-таки храм души, храм Господний. То есть это очень, тело важно, оно всегда было важно. Мы на земле живем, у нас и душа, и плоть для нас важны. И как бы не надо ее преуменьшать, ее важность. За этим надо следить, за ним надо ухаживать, его надо любить, его надо холить, лелеять, держать в чистоте. Потому что это наше проявление, все, что на теле происходит, все, что на нем отражается, это то, что у нас в душе в какой-то форме тоже есть. Есть. Какие-то программы мы отрабатываем через тело, какие-то мы отрабатываем через других людей. Через тело это тоже очень часто мы не понимаем. Ну почему же нам так вот с нашим телом не повезло? Так с ним повезло. Оно просто такое, какое должно быть, чтобы ты мог пройти свои уроки достойно. А уж как ты их проходишь, это уже другой вопрос. Это уже не к телу, это уже к твоему сознанию. Так, я, по-моему, все скруглила. Смотрите, что еще хочется где-то добавить. Обязательно скругляем все линии поля, потому что, чтобы помощь Вселенной, чтобы наше направление на наш кармический путь, на наш путь вообще, чтобы он был мягкий, чтобы не было никаких лишних напряжений. И посмотрите еще раз, что же хочется вам выделить на вашем рисунке. Может быть, это маленький элемент, а может быть, это будет большой элемент. Что вы себе прям сделаете, отметите. Вот у меня опять все равно. Сегодня у меня прям маленькие круги. Ну они не такие уж и маленькие. Они разных размеров на самом деле. уже очень важны. Они как-то создают вот это впечатление, что все это важно. Абсолютно каждый, даже самый маленький пузырик, который случился на моем рисунке, это все очень важно. Что нету ничего здесь лишнего, что нету ничего здесь ненужного. Я с благодарностью, в равной степени с благодарностью воспринимаю каждый дар. Будь что улыбка, будь что какое-то большое знание, или какая-то серьезная помощь, или появление вообще человека в моей жизни какого-то важного. Как будто что-то перекрылось, хочется расширить поток. Можете смешивать цвета. Мне очень нравится смешивать цвета. Я тоже такой большой поклонник разных интегрированных цветов. Мне хочется все-таки выделить вот себя. Я сделаю так. Я выделю оба круга, какая я была изначально, и выделю его как бы зеленым цветом. То есть мое сердце стало размером, как я изначально. А сама я увеличилась до другого размера. Еще мелкие дары какие-то уже выделены. Так, вот я выделила себя. Так, зеленая здесь. А золотым я выделю вот этот вот внешний круг, который образовался уже в ходе рисования, в ходе увеличения своего пространства. Что-то у меня такая будет. Все себе золотом залью. Но золото здесь у меня прежде всего это отношение с целительными энергиями. Это не то, что я прям... Хотя не буду зарекаться. Ну почему же? Ну вдруг это будет прям серьезные какие-то важные финансовые потоки. Значит они идут. Тем более я сейчас пытаюсь продвигать свой бизнес. Это очень важно. Важно. Так, ну вот. Вот так вот много у меня золота. Хочется его немножечко выделить. Сейчас я сделаю буквально, чтобы просто объем увеличить. Сейчас мы его чуть-чуть. Уплотним вот эту нишу внутреннюю. Я прям черным цветом прохожу. Смогу еще раз золотым пройти, прандашу. Вот такой вот у меня сегодня круг. Круг тоже своего рода круг влияния моего. Круг моего наполнения. Круг моего энергетической ауры может быть. То есть моего энергетического потока. Здесь для меня важно, что меня много. Меня достаточно. Меня достаточно и для себя, и для семьи, и для других людей. Я так щедро черный все накрасила. Сейчас мы ее немножечко растушуем. У меня такими темпами золотой быстро уйдет. У меня есть другой золотой, но он мне меньше нравится. Из другого набора. Вот этот вот прям мне как-то золотой так золотой. Ох, ну вот такая я большая. Получилось прям как будто это глаз. Глаз вообще имеет определенное мистическое значение. Обычно всевидящее око Бога изображается через глаз. Линии поля не все скругленные. И я их сегодня... Вот такой у меня получился сегодня очень интересный рисунок. Неожиданно достаточно для меня и очень-очень-очень полезный. Для меня. То есть я надеюсь, что для вас он тоже очень полезный. Выполнять этот рисунок можно наполнение энергией. В любое время не обязательно. Это должны быть такие серьезные события, как солнечные затмения или солнцестояния. У нас просто сегодня так совпало. Действительно. Совпало. Значит, так оно должно быть. Значит, оно так должно было случиться. Я вам благодарю за то, что вы со мной были. Я сегодня... Что самое важное для меня было, это то, что вот этот вот... Насколько я большая. Насколько большая я могу быть. Насколько меня может быть достаточно и для себя, и для других людей. Вот это прям целый такой космос какой-то произошел у меня на листке, на рисунке. Я за это благодарна. В том числе и вам, потому что это тоже стимулирует. Так что подписывайтесь на канал. Вся информация про класс, про группы международные будет в инфобоксе. Если у вас есть вопросы, самый лучший вариант – это оставить комментарий или найти меня, написать имейл или написать в Facebook. Так что можете выкладывать свои рисунки на моей странице. Я там тоже все всегда отмечаю и проверяю. Большое спасибо. Счастливого вам выходных и хорошей вам недели. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok